Обрубок или не обрубок? Этим вопросом, наверное, задается каждый, кто хочет себе купить данную консоль или те, кто купил. Да, ребят, как вы догадались, сегодня мы поговорим о консоли Xbox Series S, о недавнем хайпе по поводу производительности в игре Forza Horizon 5, о просто хайпе и о вечных спорах насчет плохая эта консоль или хорошая. В этот раз я попытаюсь максимально доступно объяснить, почему до сих пор вокруг этой консоли вечно какие-то идут споры, ну а также неклассные отзывы. Дабы точно понять смысл видоса, советую смотреть его от и до, а именно до конца. И если вдруг он вам понравится, то не постесняйтесь нажать лайкусик или постнуть друзьям и тем людям, которые сомневаются в данной консоли. Начну, пожалуй, с самой консоли. Xbox Series S это менее мощная Next Gen консоль, которая вышла одновременно с Xbox Series X и которая является консолью девятого поколения. Сразу обращаю внимание, что это именно Next Gen консоль, поэтому если вы будете думать, а что же взять Xbox One X или Xbox Series S, то практически всегда вам советую гнаться за Next Gen, поскольку именно он даст вам возможность играть в новые игры, которые выйдут в ближайшие 5-7 лет. Глядя на новые консоли, наверное, в последние лет 10, почему-то пользователи начали активно наблюдать и сравнивать технические характеристики. Если вдруг терафлопс много, значит для большинства это очень круто, значит консоль хорошая. Да, к сожалению, у этой консоли не так хорошо с терафлопсами, поскольку их всего лишь там 4 с чем-то, и это даже меньше, чем у консоли 8-го поколения, а именно у Xbox One X, потому что там 6 терафлопс. Но опять же, не спешите расстраиваться, потому что все вот эти вот терафлопсы, это по большему счету маркетинг, который на слуху. Как показывает практика, большая цифра данного фактора не гарантирует идеальную работу той или иной игры. Поэтому, который раз вам объясняю, нету смысла на них смотреть вообще, ибо в консоли важны абсолютно все технические характеристики, и не только терафлопсы. И как мы узнали из 9-го поколения, хорошие процессоры и SSD могут быть более важными. Но опять же, если вы играете на консоли, вас не должно волновать железо, поскольку, во-первых, вы его не можете поменять, ну а также это просто не имеет смысла, поскольку вы покупаете консоль ради удобства, ради комфорта, и чтобы просто не париться над всеми этими железками, как это делают ПК-игроки. Данная консоль стоит всего лишь 300 баксов, да, понимаю, что в России она у нас стоит 31 тысячу рублей на данный момент, но все равно аналогичное устройство за эти деньги, которое бы запускал NextGen, вы просто не найдете. Поэтому я реально считаю, что за 300 баксов NextGen консоль это реально подарок. Также хотел бы уточнить, что вот эта вот малютка, она ориентирована больше под Full HD. Да, я понимаю, что она может выдать 2К, 120 FPS, но это не во всех играх. Глядя на эти все факторы, вроде думаешь, прекрасная консоль, тянет все, что Xbox Series X и будет тянуть ближайшие 7 лет, если майки, конечно, не плюнут в лицо фанатам, и в принципе, что людям не хватает. Но в нашем мире все равно находятся пользователи, которых вечно все не устраивает. И разрешение для них кально, и качество текстур не очень, и вообще, какого фига консоль за 300 баксов 4К не выдает. В общем, отзывов таких я начитался реально очень много, и сейчас я попытаюсь объяснить, почему это до сих пор происходит. Первое. Завышенные ожидания. Как только-только был анонс новых консолей, на тизерах, на коробках, были такие пометки, как 2К, 120 FPS, трассировка лучей, короче, все очень круто. И когда даже рекламили консоль, был смысл в том, что будет то же самое, что и на Xbox Series X, но в другом разрешении. В принципе, они не наврали, ибо все это действительно есть, но не во всех играх. Дело в том, что я тоже изначально немножко горевал, мол, сначала обещали одно, потом мы по факту получили другое, но я горевал не из-за консоли Xbox Series S, а из-за консоли Xbox Series X. И, может быть, вы будете удивлены, но 4К при 120 FPS или там наличие трассировки лучей в играх, это на самом деле редкость. И это есть далеко не во всех играх. Далеко не во всех. И если такое происходит в консоли за 50 тысяч рублей, то с легкостью можно сделать вывод, что то, что показали в рекламе, как ее там позиционировали, это всегда лишь максимум, просто максимум возможностей. И не факт, что это будет постоянно в играх. Поэтому абсолютно всегда ждать какого-то там 2К разрешения или 120 FPS от младшей консоли, которая стоит 300 баксов, ну это бред. Понимаю, что этот максимум отложился в голове, но, опять же, не завышайте свои ожидания, потому что на более мощных консолях тоже не так все круто. Потому что, знаете, имея младшую консоль, все думают, вот если бы я купил Xbox Series X, там тоже было бы все идеально, там был бы там графон X-Gen. Нет, там практически то же самое, что на Xbox Series S, но единственное отличие, там намного все четче. Ну, потому что она сделана под 4К. Но поскольку самые большие споры по поводу производительности вызвала игра Forza Horizon 5, недавно в нашем сообществе ВКонтакте, кстати, подписывайтесь, там всегда актуальные новости, вот буду вас ждать в принципе, я выложил вот такой вот пост вот с таким вот скриншотом и задал простой вопрос. Ребята, на какой консоли я сделал данный скриншот? Несмотря на то, что все смотрели в одно изображение, многие дали ответ разный и лишь некоторые угадали по факту. Вот в принципе скриншот чуть ближе и ответьте на простой вопрос. С какой консоли я это сделал? Время. Правильный ответ с консоли Xbox Series X. Да, вот эта вот текстурка, а именно скрин был сделан с более мощной консоли, но люди отказывались в это верить, придумали теории заговора. С этого коммента я вообще орнул, я даже когда читал, я даже поверил, что я действительно это провернул, но понимаете, да, всю бредовость этой ситуации. И это, кстати, еще один аргумент, что на более мощных консолях иногда не все так гладко. И да, насчет скрина, напишите, пожалуйста, свои мысли по этому поводу. К этой же проблеме я хотел бы еще отнести наше хотение. Дело в том, что у нас в России, не знаю, как за рубежом, может быть точно так же, у нас человек хочет взять что-то нереально дешево, я не знаю, практически задаром принять в дар, как говорится, да, но в то же время он хочет от этого устройства, от своей покупки, извлечь такой максимум, который, ну, просто нереален за эти деньги. Короче, не надо так. Эта же проблема перетекает в проблему разного восприятия. Это, пожалуй, одна из интереснейших проблем и которая, на мой взгляд, одна из важных, которая вот порождает все вот эти вот дебильные споры. Прикол в том, что у нас у всех в большинстве случаев разный ТВ, разное зрение, разное, я не знаю, расстояние до телевизора, разное, опять же, ожидание. И все это входит в разное восприятие. Кстати, ваш экран, это, пожалуй, самый глобальный фактор на восприятие той или иной игры. И если вы вдруг ищете себе хорошее ТВ для своей игровой консоли, то советую это сделать через Е-каталог, поскольку здесь присутствует очень удобный фильтр по тем или иным параметрам, множество выбора, возможность почитать технические характеристики, что для экрана очень важно. Ну, а также здесь вы можете найти самые выгодные предложения, чтобы не переплачивать зря, и даже можете почитать отзывы ребят, чтобы узнать, насколько хорош тот или иной телевизор. Тут вы сможете без проблем сравнить устройство между собой, чтобы точно определиться в выборе, и да, здесь еще динамика цен есть. Поэтому, если ищешь себе ТВ, игровые консоли или прочую игровую технику, то делай это через Е-каталог, поскольку он теперь доступен и в Казахстане. Почему эта проблема одна из важнейших? Ну, потому что, глядя на одну и ту же картинку, мы будем получать разные эмоции. Что касаемо каких-то сравнений в играх, у каждого свой телек, у каждого свои тараканы, и то или иное изображение всегда будет ощущаться по-разному. Кто-то, наоборот, пищит от графики, кто-то говорит, что говно полное, кто-то лучше графики, чем в той же Halo Infinite никогда не видел, и тут же опять ситуаций настолько много, что их даже не перечесть. Возьмите те же 120 FPS. До знакомства с ними, я думал, что это будет просто срыв башки плавнее в два раза, но по факту оказалось плавнее, но по чувству явно не настолько. Но кого-то это прикалывает, и они усердно доказывают, что на консолях 60 и 120 FPS это просто небо и земля. Но, пожалуй, самое угарное в этой ситуации, это то, что люди иногда видят то, чего не существует. Помните такую next-gen фичу, как Dolby Vision? Если я правильно понял, то это некий супер HDR, который показывает картинку еще красочнее. Ну, типа более естественные цвета. При анонсе говорил, что данная функция будет поддерживаться в консолях, и что вы думаете? Некоторые ребята ломанулись за этими теликами, дабы испытать вот этот вот next-gen, и после покупки, где только не трещали, что Dolby Vision это просто next-gen фичи, это реально здорово, ребята переплатите, это просто шедевр. Короче, радовались до предела. Сори, конечно, что я не могу предоставить такие комментарии, потому что это было, наверное, год назад, и они просто затерялись, но поверьте мне на слово, что такое было. Но самый прикол в данной ситуации заключается в том, что данная функция Dolby Vision изначально не работала на этих консолях. То есть ее ввели совсем недавно, где-то в сентябре, и увидеть ее в играх, ну, те, кто купили вот этот телик, никак не могли. Но люди якобы видели и прям офигевали, пацаны, это действительно круто, это класс. Ага. На самом деле, таких историй очень много, потому что иногда я читал, что люди видели 120 фпс в стандартном издании колде, и задавались вопросом, почему иногда подлагивают, хотя в стандартной колде, если вы покупаете версию для Xbox One, у вас не будет возможности включить там 120 фпс. Но, ребята, видели и кому-то что-то доказывали. Кто-то видит трассировку лучей, может отличить, настоящая она или нет. Нет, короче, плацебо. Ну, тут по-другому никак не скажешь. И после таких примеров, как-то кого-либо слушать, где хорошо, где плохо, а самое главное, спорить, ну, это просто бессмысленно, потому что, опять же, все на вкус и цвет. Третья проблема, самая главная во всей этой ситуации, это оптимизация видеоигр. Как бы кто ни придирался к железу консолей, сколько бы трафтопс не считали, все равно всему голова умение работать с оптимизацией той или иной игры. Если вы не согласны с этим, то ответьте на простой один вопрос. Почему есть нормальные игры, которые на одной и той же консоли выдают разные показатели? Какая-то игра идет в 2К, где-то есть 120 фпс, где-то нету, где-то работает без просадок, где-то глючит капец как, и где-то есть там стабильные 1080p и 60 фпс. Как вы это все объясните? Конечно же, это оптимизация, а именно полировка продукта под то или иное железо. Если же на консолях раньше ситуация со всем этим была лучше, ибо видов консолей было не так много, то сейчас, как вы знаете, у нас есть и восьмое поколение, там две версии консолей, девятое поколение, там две версии консолей. И еще как бы на ПК нужно игры делать, и соответственно где-то оптимизируют лучше, где-то хуже, и иногда под руку попадается Xbox Series S, и эта, так скажем, недополированность, ну, глазу более заметна. Но хочу сказать, что вся вот эта вот оптимизация все равно делается еще нормально, поскольку при игре в целом все равно все выглядит приемлемо. И сделано это таким образом, что некоторые предметы убираются, упрощаются, но в общем взгляде на картинку она все равно остается нормальной и самое главное играбельной. Да, нельзя исключать того факта, что на разных консолях где-то больше, где-то меньше заметны вот таких вот отличий, но при игре чаще всего замечается минимум таких фишек, или даже не замечается вообще. Опять же, есть нормальная оптимизация, и опять же, все зависит от игры. Но, пожалуй, самый кринж всей этой ситуации в том, что иногда люди берут Xbox Series S, дабы просто сэкономить, подключают его к большому 4К телеку, встают в упор, включают какую-нибудь игру, и начинают просто докапываться до всего. Зачем? Это самый кринж, поскольку до любого проекта можно доколебаться, до любого устройства можно доколебаться, и опять же, лесенки можно найти даже в том же Xbox Series X. Но это так кринжово, поскольку Xbox Series S, она не предназначена для 4К телека, и как-то найти отличие, или там какую-то разницу, или захейтить ее на 4К телеке, это просто бред. Чтобы изображение вам казалось более комфортно, и чтобы вы не придирались ко всему этому, я вам советую всегда играть на маленьких телеках или на мониторах, ну, что касаемо Xbox Series S, потому что она предназначена только для Full HD. И чем экран будет меньше, тем вы заметите меньше всяких каких-то недочетов. Опять же, если вы думаете, что на Xbox Series X, Forza Horizon 5 идет мега идеально, то даже в режиме качества там почему-то наблюдается больше лесенок от первого лица, нежели там, я не знаю, тогда, когда идет в 60 FPS. Короче, там тоже все не идеально. Опять же, вот эти фото сделаны в упор, но таким дебилизмом я не советую никому заниматься, ибо в игры нужно играть, а не разглядывать в упор. Ну, просто как по мне, вот эти все сравнения, это просто капец какой дебилизм. Вы, когда выбираете консоль Xbox, у вас есть всего лишь два выбора, либо купить консоль подешевле, если у вас ограничен бюджет, и либо купить Xbox Series X, там, для 4К. Но, если у вас бюджет ограничен, ваш выбор все равно Xbox Series S, потому что денег на Xbox Series X у вас просто не хватит. И покупать данную консоль, а потом просто ее хейтить за то, что она не показала так же Xbox Series X, ну, это бред, просто бред. Если вам действительно по каким-то причинам не понравилась данная консоль, да, я не знаю, не оправдала ваши ожидания, там, плохое качество и так далее, то просто ее продайте. И проблема уйдет сама с собой, и поверьте, вот эту вот консоль, они, многие у вас оторвут с двумя руками, и, по сути, проблема решена, и все останутся довольны. Как итог этому видео, хочу сказать одно, никогда и никого не слушайте. Всегда задавайте вопрос себе, а нравится ли мне это? И, если вдруг вам это нравится, то смысл искать какие-то отличия или как-то из-за этого переживать. Взяв ту или иную консоль, вы, прежде всего, должны просто играть и получать от этого удовольствие, а не сравнивать всю эту чепуху. Но, если вдруг вам действительно какая-то консоль не по нраву, не по душе, то просто ее продайте. И так, по сути, проблема исчезнет сама собой. Также, чтобы вы не сомневались в своем выборе, да, то еще раз напоминаю. Xbox Series S вам подойдет в случае, если у вас ограниченный бюджет, вам пофигу на разрешение, и если вы эту консоль берете просто, чтобы чисто поиграть. Ну, а если вы ценитель текстурок, у вас огромный 4К телек, и у вас все-таки внушительный бюджет, то цельтесь лучше на Xbox Series X, потому что, ну, в этом случае вам удовольствие он придаст намного больше, чем Xbox Series S. Несмотря на все это, я считаю, что Xbox Series S это все еще одно из лучших предложений на рынке, потому что за 300 баксов подобное устройство, которое позволит играть во все Next Game игры на протяжении, там, 5-6 лет, опять же, если майки на это не забьют, это просто офигенный вариант. Вот, реально. На этом, в принципе, все, что я хотел сказать в этом видео. Я надеюсь, что это видео посмотрят многие, и вот эти все споры немного сократятся. И если вдруг вам видос понравился, то не забывайте ставить лайки, подписываться на канал, писать свое мнение по поводу данной ситуации, можете репостнуть друзьям, кто сомневается в этой консоли, и большое спасибо вам за просмотр. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok